И режиссер фильма Павел Барзин. Также ваши аплодисменты. Я еще раз говорю, что наверняка за время просмотра фильма у вас возникли какие-то вопросы, и сейчас как раз-таки самое время их задать. Добрый вечер. Меня зовут Денис, у меня вопрос к Павлу. Так получилось, что я читаю достаточно много западной прессы на сайтах, ну, на социализированных, и ваш фильм имел очень большой резонанс на Западе, прежде всего. Ну, наверное, вам это известно. И в статьях, посвященных там «Русский фашист поднимает голову», «Имперские амбиции России» и так далее, ну, вот на эту тематику очень часто пошли ссылки на ваш фильм, наимно, ну, естественно, после его выхода. Параллельно вот мы, здесь сидящие в зале, понимаем, что как бы этот фильм снят про маргинал. То есть их достаточно мало, мы все это как бы видим. Ну, практически на улицах нашего города мы с этим не встречаемся, хотя понимаем, что в принципе это и есть. И вот вопрос состоит в том, что насколько изначально был фильм снят именно для западного зрителя, на западную аудиторию, для каких-то, может быть, для давления международных организаций, на Россию или на власть? Для фондов. Ну, опять же, для фондов. Спасибо. Для соревнований, да. И, ну, вы понимаете, что как бы этот фильм играет очень негативную роль на имидж международной России, хотя, как я уже сказал, мы понимаем, что это маргиналы, а они этого не понимают. Вот так скажем. Из двух частей будет ответ. Первая часть про маргиналов. Хочется вас разубедить, попробовать. Во-первых, Россия рекордсмен по количеству нацисткинхедов, именно которые себя так определяют. Это уже серьезная заявка. Во-вторых, есть множество людей, которые взгляды такие разделяют, при этом себя нацисткинхедами не считают, к субкультуре не принадлежат. В-третьих, специально для вас два блока документальных интервью вы видели. Там представных людей не было. Ответы были искренние. В электричке, вот я бы не сказал, что мы выбросили кучу хороших людей, которые говорили, что все люди равны и братья, и сестры. Вот. Это то, что касается маргиналов. Я не считаю, что это история про маргиналов. Это история про то, чем страна сейчас живет, а маргиналы как выражение проблемы. Теперь вторая часть. Вопрос информационного отыгрыша. Можно было сказать, смотрите, мы сняли фильм про себя. Мы о своих проблемах говорим открыто. Мы крутые. В советское время подобный фильм был невозможен. А проблемы были. Можно было так сделать. И тогда получается, что мы открытая, свободная страна. В Америке сняли фильм «Американская история Икс». В Австралии сняли фильм «Ромперстомпер». В Англии сняли фильм «This is England». Это только о скинхедах. О других проблемах там снимают фильмов немало. Там именем по MTV Буша ругает. Например, это из анекдота про то, что можно выйти к Белому дому и укрикнуть «Буш дурак». И на Красную площадь тоже можно выйти и укрикнуть «Буш дурак». Такой ответ. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот, наконец-то уже появился лес рук. Давайте все-таки девушке предоставим сначала возможность. Очередное обострение скандала вокруг вашего фильма было в декабре-январе. И связано с Самарской областью было. И недавний скандал с сериалом «Школа». Как вам кажется, это одного порядка явления? Или это все-таки разные? Вы знаете, сложно говорить. Лучше, конечно, обратиться к тем, кто затевал эти скандалы. Отчасти, может быть, да. Потому что стоит нежелание говорить о проблемах, знать о них, смотреть о них кино. И желание сделать вид, что проблем нет путем цензурирования медиа. Мне кажется, вот это как раз может быть общая составляющая. Выражается в результате это даже в самом лучшем проявлении, в какой-то странной компанейщине. Я сегодня разговаривал со своим другом. Они в школе 25 лет подряд занимаются спортом. И их сегодня выгнали, потому что во все школы разосканы письма сторонним организациям помещения не предоставлять. И вот это результат, к сожалению, восприятия сериала «Школа». Вместо того, чтобы решать какие-то проблемы, проще просто закрыть школы для посторонних людей, запретить в школах снимать сериалы, запретить учителям давать интервью, например, еще можно тоже письменным распоряжением. Поэтому, наверное, это отчасти явление одного порядка. Я не с художественной точки зрения. У вас сейчас разрешились эти проблемы? Я знаю, что генпократу должна была заняться. У нас была вчера премьера, позавчера мы вышли в прокат. Продолжаются премьерные показы. Мне кажется, то, что мы здесь и вы здесь, это значит, что в этой истории поставлена точка. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы, наверное, хотели задать, да? Скажите, пожалуйста, вот понятно, что по сюжету как бы развенчиваются, да, вот те идеи, о которых снят фильм. Но не опасаетесь ли вы того, что если фильм выйдет в прокат, то вот составляющая, та часть фильма, где демонстрируется, как они себя ведут и как они живут, что для очень большой части зрителей это может оказаться сильнее и вот эта составляющая часть фильма перевесит. Вы знаете, этот вопрос как раз к предыдущему, мне кажется, отсылает. Это вопрос говорить о проблемах или не говорить. То есть станет ли лучше, если мы будем молчать о каких-то вещах, которые нас действительно волнуют, о каких-то проблемах, которые становятся с каждым днем все серьезнее. Мне кажется, молчание – это неправильная история. Что касается конкретно нашего фильма, прокат фактически состоялся. Я думаю, что мы близко не подойдем со своим легальным прокатом к прокату, который был пиратским. И почему вы думаете, что какой-то другой зал будет сильно отличаться от вот этого зала? И почему вы думаете, что другие люди не поймут то, чего поняли вы? Вот все время привожу один пример. В Москве тоже такие вопросы и такие мнения нам высказывали, но при этом нам не рекомендовали в регионах показывать. Правда, Самару не называли, но называли Воронеж. А в Воронеже мы слышали такие же реплики. Получается, что где та граница, по которой надо людей отсекать? То есть в Москве можно, в Самаре можно, а в Урюпинске нельзя, например. Или 10 классов образования можно, а 8 не рекомендуется. Мне кажется, это своего рода такой интеллектуальный фашизм. Если есть признанные эксперты, которые говорят, что это кино нормальное, мне кажется, его надо показывать. Мне кажется, в нашем случае такими экспертами были представители профессионалов от киносообщества. У вас нет статистики по скачиванию? Сколько посмотрели? Я слышал разные цифры, но очень много, я бы так сказал. Я просто сам не умею считать, методик не знаю, не возьму цифры. Меня зовут Олег, у меня вопрос такой. Режиссер при создании данной картины, к чему он обращался? К интернет-роликам, к каким-то, может быть, статьям. В данном фильме представлено вообще нацедвижение, в этой субкультуре образца максимум 2000-2001 года. Их внешний вид, может быть, даже поведение. Не нужно отсылаться к данным десятилетней давности. Вы знаете, мне кажется, это заблуждение, поскольку мы с этими людьми пообщались после уже показов. Ну, то есть, был опыт общения и до, но после был он даже больше. Не сильно все поменялось. Это в основном... Вот такие реплики звучат как раз от представителей движения. Они говорят, что мы на другом уровне, мы вообще супергерои, вы показали каких-то пьяных оболтусов. Такие смешные ребята приходили в Барнауле, такие комичные. Мы бы их не взяли. Вот у нас есть три, вот два парня и девочка. Это вот назывались роли скин и лохи. Когда над ними там смеются, там еще кусочек не вошел, шнурки у них белые отнимают. Вот тех парней, которые в Барнауле пришли, человек 25, по полной форме, с подкатами. В бомберах. Мы бы даже на эти роли не взяли. А бомберы где сейчас вообще продают в России? Бомберы? Но мы тут где-то купили все-таки. Вы знаете, я... В магазине, скорее всего. Нет. Знаете, маечки даже продают. Там, я русский написано. Или 14 слов Дэвида Лейна. Вьетнамцы, скорее всего. Нет, не вьетнамцы. Татуированные такие ребята, которые говорят, вы что, ребят, тоже движение на другом уровне. Что вы из нас, клоунов, делаете? А у парня закатанные рукава. Говорят, никто на палеве не ходит. Вы что, опять вот это вранье. Еще Москва, значит. А при этом у парня паутина на руке. Руки все забиты рунами. Никто на палеве не ходит. На вопрос, можно? Подождите. А вы зря подчисляете то, что я как-то отношусь? Нет, мы иронизировали. Но на самом деле, мне кажется, вот то, что движение сильно вышло на другой уровень. Есть художественный допуск, да, отчасти. С другой стороны, они у нас переодеваются. Вот мы просто сжали время. Есть художественный интерес на момент допуска. И то, что забавно, вот эта ваша обрамка там скидывает зигу, извините, левой рукой. Это очень забавно. Это зеркало. Это зеркало. Да, ну мнения бывают разные, на то, в принципе, это и кинематограф. У меня вопрос к Петру Федорову будет, а то мы как-то все увлеклись, увлеклись разговором, да, по поводу непосредственного сюжета. У меня вопрос по поводу персонажа. Насколько близко было, ну, не то, что настолько близко, насколько интересно, скорее, было играть именно такой персонаж. После череды ролей, насколько я видел, были и золотые мальчики, да, и сука бы положительные герои. Вот, насколько, насколько интересно, насколько близок персонаж. Как раз после череды этих ролей, вот, было особенно интересно. Ну, вот я представляю, это отдушина, наверное, все-таки была, да? Ну, это отдушина не только после череды ролей, это, в принципе, отдушина, я думаю, которая останется отдушиной еще на долгое время. Вот, скорее всего, навсегда. Вот, и, безусловно, такой же творческий интерес, что это максимально, конечно, как мне хотелось бы, и, как мне кажется, ну, далекий от меня человек. Вот, я бы хотел смотреть на него в кино и, как бы, не более того. И показывать детям, наверное, как не надо играть. Ну, и показывать детям пальцем, как не надо, да. Да, давайте поаплодируем, потому что, действительно, давайте поаплодируем творческой группе. Мажора наркомана, чем патриота. Что? Лучше играть в мажора наркомана в клубе, чем патриота. Почему? Я вот не знаю. А это вопрос был или нет? Это вопрос по логике вашего ответа. Это вопрос, я просто не понял, конечно, как интонация какая-то утвердительная. Это вопрос? Может быть, это мнение... Это вопросительное утверждение. Так что, лучше играть в наркомана-мажора или этого самого? Да, лучше играть в мальчик-мажора. Но, если честно, я думаю, что лучше играть обоих сразу, потому что и то, и то, это, в принципе, обличительная история. Но это нонсенс, если в месть. Это исключение. Нет, вместе в млье ту и ту в duas. Нонсенс какой? Нонсенс, что, в чем нонсенс? Мальчик-мажор патриот, это нонсенс. Почему он патриот? Я имею в виду, что и мальчик-мажор, и патриот, это все вещи, которые мы хотим обличить, в принципе, и те социальные типажи, над которыми, мне кажется, мы все можем посмеяться. Зря вы патриотом только его назвали. Ваш герой в данном фильме, он не был антигероем в сумме, потому что, в принципе, он именно этот человек, который любил свою родину, любил свою страну. И в этом ничего плохого не было, и зазорного. Просто-напросто в этом фильме его представили очень плохо и секверно. Ребята обозначились, спасибо. Вы знаете, он думал, что он любит свою страну, свою родину и свою сестру. А кому нужна его такая любовь? От его любви только разрушение и зло. В чем его любовь проявлялась? Где это добро? Да, любовь это добро. Где добро? Не, ну вы не думайте, что просто-напросто можно показать хорошее, а можно не показать плохое. И наоборот, показать плохое, а не показать хорошее. Ну какое хорошее? Вы знаете, то, что, допустим, ваш фильм, это значит просто-напросто как бы идея, то, что так должно быть и ничего плохого другого не должно быть вообще. На самом деле, знаете, на самом деле много других вещей, которые намного лучше, чем... И, допустим, намного лучше показано, чем вот... Ну, не то, что движение... Не понимаю реплики. Ну то есть можно убить таджикского дворника, но если после этого перевезти бабушку через дорогу, это все оправдает. Или про что вы говорите? Нет, в этом фильме никого не убивали. Друзья, друзья мои, я понимаю, что всем хочется поговорить, но давайте как-то... А что касается актерской работы, я думаю, это большинству сидячих в зале понятно, что чем разнообразнее палитра у актера, чем больше перевоплощений, тем это интереснее, и тем это... Ну, а в актере говорит как-то... Ну, тем он лучший актер. Лучший, да. А некоторые играют одного и того же персонажа всю жизнь. Да. Мы ставим эти фамилии. Я предлагаю все-таки переменить немного человека, который будет задать вопрос. Вот я поднялся у нас наверх. Здравствуйте. Меня зовут Рафаэль, да. Меня хотел вопрос задать вот первый к актеру, да, вот, например, вот, ну, к Петру. Как вот он относится к своей роли, как он сыграл меня. Как бы я услышал ответ на этот вопрос. И хотел бы, как бы, у вас поинтересоваться и ваше мнение. Когда человек снимает фильм, он, соответственно, должен разделять, как бы, точки зрения, да, вот, он должен, вот, соответствовать данному фильму. Вопрос такой. Вы разделяете его, да, вот, то есть, вот эти вот взгляды нацистские, вот, скинхеды, вот эти вот. Ребят, не пугайте, мы уже не такие дорогие, как... Нет, нет, я понимаю, я понимаю. Антифашистское кино. Да, антифашистское. Что, непонятно? Нет, понятно, но там большая часть была фашистской. В самом конце, если титры сошли, это не знаю. Братан, максимум это прививка, не более того, я тебе уверяю. Ну, да. А относительно того, что, насколько актеры разделяют, ну, я думаю, что это больше пахнет, как Кащенко. Весь этот момент, когда ты начинаешь заниматься профессией, ты вдруг присваиваешь какие-то вещи, против которых ты выступаешь, то ты первый человек, которого тебя должен запретить. Во-первых, это профессия, во-вторых, просто человеческий. Я надеюсь, что... Пардин, я бы надеялся, что вы все поняли. Нет, конечно, понял. Нет, просто мне неинтересно режиссеру. Нет, безусловно, хочется рассчитывать на, вот, опять же, на диалог со зрителем, потому что здесь не каждый показ этого фильма будет сопровождаться таким разговором. Вот, поэтому хочется, чтобы люди, посмотрев, сами сделали какие-то выводы, заглянули внутрь себя, а ни в коем случае не смотрели в нашу сторону с подозрениями. Нет, в вашу сторону никаких подозрений. Если бы, поверьте, если бы мы пропагандировали что-то невнятное, то нас бы здесь не было, и ни в коем случае не могла бы быть дискуссия после показа в такой форме общения. Мы бы первые скрывались где-то в подвалах. У меня убили вас. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Армен. Я бы хотел поблагодарить вас, что вы, как бы, в этом фильме подчеркнули, что патриотизм страны, да, данного человека подчеркивается не тем, чтобы пачкать и ломать вещи и калечить людей в своей стране, а наоборот, как бы, поднимать ценность, сущность и подчеркивать, как бы, ценность своего народа, свою сущность. Они, как бы, развращать все, понимаете? Вот я хочу поблагодарить, что вы это подчеркнули, что это явно видно, что настоящий истинный патриот так в своей стране никогда не отнесет. Он просто от души. Пацаны, спасибо. Нам тоже кажется, что вы лучше, подойдя к зеркалу, выдавить пару прыщей, чем замазать их тональным кремом. Не очень подходящий к тону твоей кожи. Да, давайте еще несколько вопросов. Может, все-таки девушке вопрос зададим, а то у нас парина сидит. Добрый день. Вы знаете, я посмотрел ваш фильм, и я не сумел в нем увидеть ничего такого фашистского, собственно. Причем здесь фашизм, когда речь идет просто о молодежной банде и традиционной какие-то вопросы, борьбы за территорию, борьбы за самок и так далее. То, что еще там, начиная с первобытного общества, было всегда. Этот фильм мог бы был бы снят так же, там, про Казань, там, в 80-х годах, да, то же самое. Причем здесь фашизм? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, вы абсолютно правы, кино на самом деле не про фашизм, а про людей. Поэтому фашизм в данном случае для нас вторичен. Дискуссия просто про это все время идет. И прокуратура по этому поводу нас к себе приглашала в гости. А фильм-то о людях, о любви, о ненависти. Просто фашизм это такая злая надстройка. Из банды как-то и выскочить проще. А фашизм затягивает сильнее. Это талитарное сознание, очень мощная штука, очень мощный яд. И если нет альтернативы, то глубина падения будет больше, а убийца будет больнее. Добрый вечер. Я хочу сказать, что когда мы приходим в кино, в театр, мы понимаем, что мы попадаем в мир некоторых условностей. Но то, что мы увидели сейчас, это было не кино. Там не было ничего наэкранного. Это был кусочек жизни, нашей с вами жизни. И я хочу сказать большое спасибо, потому что чувствуется гражданственная позиция тех, кто снял этот фильм. Понимаете? Потому что этот фильм о людях, просто о людях, которые живут на земле. И для того, чтобы выжить, мы должны помогать друг другу. Скажите мне, пожалуйста, дорогие мои жители города Самары, вот я тоже коренная самарчанка, кто может сказать о себе, что он русский? И что такое русский? Мы жили на пересечении торговых путей. А вы что, простите, сама по себе? Я сама по себе, я русская. А вы не мешаете мне говорить, когда вы говорили, я молчала. Ребята, помолчите, да, действительно, давайте интеллигентно. Поднимите руку, а потом скажете. Я вас не перебивала. Ребята, прилично себя ведите, пожалуйста. Мы живем на таком шарике, который называется земля. Есть такое понятие, как пищевые цепи. Вот какой-то вид исчезает, и он приводит к невосполнимым потерям. Другой вид из-за этого страдает. А если исчезнет на земле человек, ничего не изменится. После весны придет лето. После лета придет осень. Будут течи реки. Мы с вами пришли в этот храм последними, а ведем себя, как свиньи. Понимаете? Мы ведем себя, как свиньи. Мы убиваем себе подобных. Только потому, что у них другой раз рез глаз. Вы знаете, что как в Кабардино-Балкарии, когда я в свое время там ездила кататься на лыжах, у нас инструктор был рыжий. Потому, что это национальный, настоящий цвет людей, живущих в Кавказе. И этот фильм прекрасен. Можно найти очень много, к чему придраться. Но поймите, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. И все мы с вами стали просто заложниками. Заложниками существующего бардака в нашей стране. Они ведь о чем говорят? Они отняли у нас работу. Вот если бы не было социальной напряженности в стране, не было бы ничего подобного. Вы понимаете? А почему москвичи не хотят делать ту работу, которую делают приезжие? Убирают вот эти вот все побойки. И люди сюда идут не от хорошей жизни. И наши тоже едут в Европу, в Америку, в Канаду, в Германию, в Австралию. Тоже едут за хорошим куском хлеба. И если лучше изучать историю, историю своей страны. И историю вообще мировую. Одну секунду. Мировую историю. Вот эти вот миграции, они всегда были, они всегда есть, и они всегда будут. А задача каждого из нас. Вы пришли в этот мир на миг. Понимаете? На миг. Так вот, за этот мир надо остаться человеком. Потому что человек не просто смертен, а он внезапно смертен. И в каждый момент надо быть готовым к тому, что ты будешь внезапно смертен, и как ты прожил эту жизнь. Ребят, большое вам спасибо. И вам большое спасибо. Очень хочется, на самом деле, чтобы высказывались люди разных возрастов, раздавали вопросы. Вот, поэтому я сейчас обращаюсь к молодой девушке, которая, наверное, задаст какой-нибудь вопрос актерам, да, или нет? Что бы вы делали? Сразу хотелось бы сказать предусловие, что я никакой отношения к фашистам не имею. Что считаю, дело не в национальности, а в том, какой человек. Но вопрос такой, что действительно сейчас в России огромное количество приезжих, и меня это напрягает действительно, как коренного жителя России. Вот очень бы хотелось, чтобы как действительно сделать так, чтобы в России большинство все-таки жили русские. Спасибо вам большое за эту реплику. Это показатель как раз того, о чем мы говорили, когда говорили о маргиналах. Вот говорят, что это все история про маргиналов, а на самом деле проблемы нет. Мне кажется, как раз проблема в том, что человек может стать и сказать, я не фашист, но я хочу, чтобы в России все-таки русские люди жили. А вы не понимаете, что вы сейчас с этими ребятами заодно? Бороться надо не с приезжими, бороться надо с хамством, с культурой, с криминалом. Павел, а у вас же отношения к Советскому Союзу в данном контексте? А давайте я отвечу на вопрос, а потом вы зададите свой. А почему вам нравится с места реплики подавать? Давайте тогда, раз у них там нет, что-то выражено. А, есть. Есть, 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 да, давайте. Если вам не нравится миграционная политика, не надо бороться с приезжими. Попробуйте побороться на выборах за ту партию, которая предложит вам внятную миграционную политику, которая вам нравится. Будьте сознательным гражданином. А если такой партии нет, создайте ее. Можно? Вопрос такой. Вот у вас замечательный момент есть в фильме, когда переворачивают портрет Гитлера и наобороте Путин. Вот скажите, пожалуйста, вообще в какой степени фашизм сейчас является составной частью государственной идеологии? Потому что если мы, например, возьмем карательную практику российских силовых структур в Чечне, например, можно сказать, что фашизм как раз является таким компонентом той идеологии, которая исповедует наш правящий слой, сдающий в основном из выходцев из спецслужб. Вы знаете, я не думаю, что фашизм это доминирующая государственная идеология. Мне кажется, есть отдельные люди, которые, безусловно, на ваш вопрос скажут, мы фашисты, да вы что? Просто мы хотим, чтобы русские люди все-таки жили в России. И таких людей во власти тоже очень много. Я не скажу, что это идеология, это частные случаи. Но они абсолютно вопиющие и возмутительные. Вот, например, мэр Сочи высказывается еще круче, чем девушка. Он прямо говорит, что бомжей и цыган всех на принуд работы. Но это не фашизм, по-моему, фашизм. А с другой стороны, Владимир Путин и Дмитрий Медведев говорят о борьбе с экстремизмом, приезжают в Освенцин, и в этом смысле все очень правильно и корректно. Нет единого центра идеологии, нет единой идеологии. Одни называют скинхедов нацистов запутавшимися патриотами, другие говорят, что это сейчас главная проблема России. В прошлом году было озвучено такое. Поэтому как раз вот сейчас и необходимо определиться, кто кого победит, мэр Сочи, Владимира Путина или наоборот. А в перевороте портрета никакого намека фиги в кармане нет. Да, у меня будет такой вопрос. Знаете, многие актеры, как режиссеры, сознательно не смотрят свои работы, потому что, может быть, как-то очень критично относятся к себе. У меня вопрос ко всем троим. Смотрели ли вы уже готовый материал? И буквально просто в двух словах, довольны ли вы результатом? Как монтажер картины отказываюсь от ответа. Я догадываюсь. Вот, наконец-то я добился. Довольны ли вы результатом, Марина? Материал смотреть не боюсь отснятый. Картина удалась и роль тоже. Все хорошо. Что ж, по-моему, тоже действительно картина удалась. Вы знаете, мы с Петром не смотрим, потому что, когда мы начинаем смотреть, ощущение, что вернулся период постпродакшена. Как будто мы снова над ней работаем, хочется уже над следующей закончить работу. Поэтому для нас это как повторение уже сделанной работы. Мы не можем абстрагироваться и просто кино посмотреть. Я думаю, что у многих так же. Ну да, действительно. Ну что же, большое вам спасибо за ваши ответы, за вашу честность. Друзья, сейчас давайте уже, наверное, все-таки закончим с вопросами, потому что, по большому счету, они все уже... Может, какое-нибудь позитивное заявление есть на финал? Да, по желанию. Все раздухарились, а мне кажется, выхода не нашло. Все будет хорошо. Вот. Вот она, вот она, да. Мы в талетной фазе. Все будет хорошо. Друзья, сейчас у нас произойдет следующее. Дело в том, что для тех, кто хочет получить автограф, для тех, кто хочет, чтобы мы расписались где-нибудь на билете, там, я не знаю, или просто хочет сфотографироваться с актерами данного фильма, милости просим вас, друзья, сейчас ближе к экрану, потому что последнее слово. Надеюсь, все позитивно, да? Мне кажется, больше вопросов, чем желание взять автограф. Помните. Честно говоря, автограф сессии, это не наш формат. Давайте слушаться вопрос. Я хотела бы поблагодарить, на самом деле, за фильм, потому что очень сильный фильм, и я смотрела, я вообще на сильные сцены не могу смотреть, но здесь было все очень оправдано, и вообще, если честно, вот я сейчас сидела, и мне было очень стыдно вот за молодого человека, за девушку, которая сидит, и слушая обсуждение, я вообще не могла поверить, что люди могут такое говорить. И я никогда в жизни думала, то есть, я не знаю, может, круг был такой, что вообще люди говорят о фашизме, говорят достаточно спокойно, кто-то уходит из зала, кто-то отворачивается, какие-то нелестные реплики. Мне на самом деле все это удивительно. И я хочу пожелать вам духовных и душевных сил, чтобы вы впоследствии могли выдерживать подобные дискуссии, и чтобы вы могли дальше творить. Спасибо вам большое. Хотелось, да, спасибо большое. Очень не хватает духовности, и в обраточку хочется всему нашему народу пожелать духовности, потому что как-то вот смотришь старые фильмы послевоенные, вспоминаешь, что было происходило в стране, а на людей смотришь, у них глаза горят. Какая-то, какая-то, да, вообще искра желания жизни, и все это, все это такая история очень правильная. А сейчас вроде такой вообще объем информации, доступ друг к другу, ко всему, блин, а что-то тухловато, да? Поэтому, мне кажется, дело в духовности и в какой-то вот такой истории. Всем нам, всем нам стремление к совершенству в этом смысле. Мне кажется, к сожалению, ну вот так все, в общем, прилично у нас, и покушать есть чего, и из дома большинство не выгоняют, и тепло, в общем, подают периодически, и электричество. Немножко зажрались, наверное, от тестов не хватает проверочных, и кажется, что все вокруг хорошо, все вокруг такие милые и добрые, но это неправда. Это ведь не хорошая нота. Но все будет хорошо. Да, но все будет хорошо. Смотрите наше следующее кино, оно, нам кажется, легкое, веселое, приятное. И доброе. И доброе, главное, сказка. Гоп-стоп называется. Мы надеемся, что вы вместе с этим фильмом, естественно, приедете на премьеру в город Самары. Оглашайтесь. У нас уже всего города был такой же ажиотаж. Тем более, тут был скандал, пытались прийти тебе в Самаре, народ собрался. Вы знаете, просто... Даже здесь, вы слышите, да, вот эти люди? Эти люди, они уже так думают. Я все понимаю. И никакой романтизации не происходит, потому что нам вроде к ним все не нравится. И реакция, ну, к нам приходили из НСО, из ССС, столько всяких разных людей, но вот никому не понравилось. Так, а вот эти самые фашистские сайты, которые стали на вас ссылаться, они вас рассматривают как некий учебный материал? Нет, конечно. Но это же закладывалось, у нас там материала было гораздо больше. Я читал, например, инструкцию по уличному террору. Там есть очень конкретные вещи, как делать засаду, убивать, инспирации изучать, где-то инструкции по взрослому делу. У нас все в этом смысле абсолютно невинно. Невозможно, как бы, по модели создать организацию, схему преступления разработать. А вы предварительно с ними встречались, общались на стадии? Ну, было давно еще. В основном, так как у нас жанр вот такой, то мы отсмотрели видео практически все, которое есть в ронете. То есть вот больше не смотрел никто. Сдолку уже смотрели приездные эксперты эти питерские. Ну, ролики 150. А там очень откровенно. Люди, когда не умеют снимать кино, они выглядят там откровеннее, чем жизнь. В жизни человек чувствует себя органично, а камера, она не врет, она раскрывает храмы. И вот так, с аудиторией вот этой, там, 15, 16, 17 лет, вот с нормальными школьниками, вы как-то не обсуждали? А вы знаете, кто-то писал даже в блогах, что студенты обсуждают школу, а школьники обсуждают Россию 8 в целом. Да, да. Вы не знаете, адекватная реакция. Вы не сталкивались. Сталкивались, что адекватная реакция людей. А те, кто поддерживается право, они не понимают, что они продолжают дальше приветствовать. Я почему спрашиваю, потому что у нас вот ребята, вот, потому что хочется, чтобы люди себя идентифицировали уже как-то. Если они говорят, что вот, чуваки бы наехали, но я не фашист. Ну, посмотрите фильм, уже решите тогда, что вы фашисты. Либо то, либо другое. Я просто почему говорю, что у нас ребята... В этой социологии малых этносов и больших этносов, малые этносы в компактном проживании, тем более те, которые будут выгодны с привычных территорий проживания, естественно, они будут держаться в компактном. Но это все разваливается с эссимиляцией, поэтому с евреями это не так актуально. Наверное, у меня такого нету. Поэтому, конечно, малые офисы, а не больше того, чтобы не вернуться. Но все равно, открытое общество с рыночными отношениями выбирает конкуренцию к другому принципу. И этнические компании на рынке, они часто проигрывают, потому что надо людей родственников набирать на работу, а профессионалов. Поэтому, чем свободнее общество, тем меньше он будет пройти. Ну, потому что экономику закрыли, СМИ закрыли, и, конечно, теперь каждый своего тянет. Ну, по всяким признакам, а гомосексуалистов, и партнера. А это не скопает своего этнического, кто-то, кто скинулся. Это не проблема, я это сомневаюсь. СМИ? Ну, то, что это не проблема, там армяна или еврея. Десантник позовет десантника. А алкоголик, алкоголика. Ну, это защитная идея. Ну, просто русский фашизм, это явление, которое на всей территории страны существует. А есть такие же шовинизмы, национализмы, нацизмы, на всех остальных насадок. То есть, каждый, даже каждому человеку, что-то такое сидит. Ну, вы здесь, если вы пришли в Грозном, то есть, если вы на запись, то есть, если вы на запись, то есть, если вы на запись? Ну, кого-то вытручили, но там это было, и было там все запрещения. Это везде есть, не проблема русских. Просто у нас это просто наиболее острое, сформировано какое-то портфолио, реальные теракты, убийства. Да. Очень красиво. Был такой эпизод, когда был какой-нибудь фрагмент фигольного матча между Динамо-Монквою и Кавелем Савионом-Самаром. Там прекрасно его от всех болельщиков. Вот, да, да. Игры просто проиграли, по-моему. Нет, мы выиграли 1-2 тот матч, я там был. А мы же ушли просто. Вот, и нас там показали. А вы знаете, что нас же, я вспомнил, нас же за Самарских. Вот, то есть, я вам просто большое спасибо от всех болельщиков. Она здесь миллионы, поэтому я уверен, что в прокате, если это у нас будет, у нас это будет больше бешеных. Ну, мы там были, а я там бы влезли. Ну, мы там были, а я там бы влезли. Ну, мы за что-то взошли и самарские смехи. Спасибо. Я ожидал, что фильм будет более сентиментальный. Думаю, мне сказали, что это будет Михалковщина в этом фильме. Михалковщина особо не увидел. Поэтому и говорил. Таня Симаковская, что это говно Михалковщина. То есть, фильм можно смотреть. Не знаю, в чем к нему. Просто очень много к нему претензий. С разных флангов, кстати. И я, честно говоря, думаю, что люди просто оттачивают свое мастерство строить претензии на этом фильме. Который, в общем-то, в сущности не плохой. Ну, конечно же, в среднем. Да, да. Да, да. Это, ну, вторая.